МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу новостей на телеканале Обнинск ТВ в студии Дарья Человекова. Ильхам Нигматуллин, коротко о главном. О новом коллекторе, о изменении тарифов и не только. Глава Обнинской администрации Владислав Шапша провел пресс-конференцию для городских СМИ. Спасались из огня. В Обнинске женщина выбросила из окна двух детей и сама выпрыгнула со второго этажа дома, в котором произошел пожар. И днем, и ночью расскажем, почему в Кобицыно уличное освещение работает при солнечном свете. Завершение строительства нового коллектора потребует изменения тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение. Эту информацию на сегодняшней встрече с журналистами еще раз подтвердил глава Обнинской администрации Владислав Шапша. На фоне крупной аварии на магистрали хосфикального коллектора, построенного в городе 47 лет назад, такие меры необходимы, подчеркнул он. Строительство нового коллектора идет уже 6 лет. Каждый год на эти работы выделяются бюджетные деньги в размере 50 миллионов рублей. За один литр воды, который отпускается водоканалом, мы платим с вами 1,76 копейки. Это дешевле, чем коробок спичек в советское время. Вот из этой копейки все инвестиции, которые идут в ремонт и реконструкцию этого хозяйства. В тариф это, к сожалению, не заложено. Но мы должны понимать, что риск есть. Когда есть риск, значит, мы должны проявить свою готовность терпеть какие-то неудобства. Если мы не хотим никаких рисков и хотим жить с гарантированной поставкой эти услуги, значит, мы должны найти источники этих средств. Сложности в ликвидации аварий были вызваны в том числе и браком, допущенным советскими строителями. Свою роль сыграло и проведение строительных работ по возведению нового коллектора вблизи места прорыва канализационной магистрали. Представители городской администрации и работники коммунального комплекса всю прошлую неделю фактически ночевали на месте происшествия, пытаясь устранить его последствия как можно быстрее. Владислав Шапша поблагодарил коллег за усилия. Глава Обнинской администрации Владислав Шапша накануне представил коллегам нового руководителя городской клинической больницы номер 8. На эту должность, правда, пока с приставкой исполняющей обязанности назначен Игорь Бондаренко. 55-летний петербуржец имеет звание доктор медицинских наук. Его предыдущим местом работы была одна из больниц Северной столицы, где он занимал руководящие должности. Очень серьезный трудовой и жизненный путь. Я надеюсь, что это поможет навести порядок на очень серьезном, ответственном и важном для города участке клинической больницы. Пожелаем успехов и приглашаем к участию в наших совещаниях. Напомним, в течение последних нескольких месяцев управление Обнинской больницы было возложено на Сергея Смирнова, заместителя главного врача Владимира Петрова, покинувшего этот пост в конце ноября. Несмотря на стойки и минусовые температуры, снегопады и гололед, наблюдающиеся практически всю минувшую неделю, в Балабанове не зарегистрировано ни одного серьезного происшествия по линии ГИБДД и МЧС. Чего не скажешь о водоснабжении. В течение нескольких дней городским коммунальщикам пришлось устранять многочисленные порывы трубопровода. Однако виной тому не холода, а скорее общая изношенность сетей. О чем еще в минувший понедельник говорили в Балабанове на еженедельном рабочем совещании в администрации, наш следующий сюжет. Устраняя аварии в теплосетях, сотрудники ответственных служб сработали достаточно оперативно, за что и получили похвалу от главы администрации города. Однако попутно вскрылась другая важная проблема – отсутствие обратной связи с жителями города для снятия напряженности. С утра и до вечера холодной воды не было, телефон был красный. Трубка на телефоне практически не лежала. Нужна обратная связь. Что планируется, во сколько вы там прибыли, начали работать. Когда планируется закончить? Скажите, дальше идем на час, на полчаса. Но информация должна быть. Своевременные сведения о проблемах с водоснабжением должны получать и другие службы города. Почему они работают так обособленно? Почему никогда раньше так работа не строилась? Не лучшим образом дело обстоит и с очисткой от снега дворовых территорий. С одной стороны, недовольство горожан можно понять, ведь снегоуборочная техника, выезжающая на работу около 7 утра, просто не в состоянии уложиться с уборка снега во всех дворах за час-полтора. Поэтому автовладельцам приходится подчас выбираться на работу из многосантиметровых сугробов. С другой стороны, если тракторист будет начинать свой рейд, к примеру, часа в четыре, то коммунальщики опасаются, что жители начнут жаловаться уже на недосып, вызванный слишком ранней работой техники. Между тем, критиковать работу городских служб всегда легко, а вот помочь им сделать город лучше способен далеко не каждый. Например, дружно выйти на расчистку городских катков, на которых горожане так любят проводить свой досуг. Потребители воспитываем. Вот пришли, на всё готовенькое. У вас же есть там секция какие-то. Хотя вот таких ребят на 5-10 минут привлекайте, чтобы они принимали участие в расчистке катков. И родители раньше выходили, чистили. И сами дети выходили. Вспомните вот своё детство. Что же касается расчистки городских автодорог, возможно, хорошим выходом из ситуации станет расстановка дорожных знаков, запрещающих парковку на обочине, и эвакуация автомобилей-нарушителей. Тогда и снегоуборочная техника будет двигаться по улицам быстрее. Наталья Подорога, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ, Балабаново. Вечером в понедельник на улице Парковой в Обнинске сгорел двухэтажный деревянный дом. Огонь тушили пожарные не только из Обнинска, но и с соседних Жукова и Балабаново. Подробности об этом и других происшествиях последних суток в нашем следующем сюжете. Рано утром 22 января на проспекте Ленина столкнулись отечественная легковушка и иномарка. Как оказалось, водителю за рулем ВАЗ-2199 внезапно стало плохо, и он не справился с управлением, выехав на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с «Шевроле». Владельца 99-й доставили в клиническую больницу номер 8. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Водитель такси не пострадал. В результате аварии движение на данном участке дороги было затруднено. Также в первой половине дня неподалеку от старого универмага случилась еще одна серьезная авария. Водитель за рулем автомобиля марки «Понтиак» из-за машин не заметил, что по главной движется Киэ. Машины столкнулись прямо посередине дороги, что заметно осложнило проезд другим автомобилистам. О пострадавших в этом ДТП не сообщалось. В 10 часов поступило сообщение о возгорании иномарки на улице Мира. По словам водителя Рено, как только он отъехал от дома, то заметил, что со стороны задней части кузова машины идет густой дым. Мужчина незамедлительно вызвал пожарных, и они быстро локализовали очаг возгорания. Теперь автомобилю предстоит дорогостоящий ремонт. На данный момент причина случившегося устанавливается. Напомним, что это уже не первый подобный случай. Ночь с 14 на 15 января обернулась серьезной неприятностью для владельцев трех автомобилей, припаркованных во дворе дома номер 73 на проспекте Маркса. Внедорожник марки «Ниссан» тогда выгорел полностью. Ранним вечером 22 января произошла страшная трагедия в старой части города, которая унесла жизни одного человека. Также без крова остались восемь семей. В 19.09 поступило тревожное сообщение на пульт дежурной части о том, что в доме номер 7 на улице Парковой в одной из квартир произошло возгорание. На место происшествия прибыли все оперативные службы города и пожарные расчеты с соседних районов. А вот этот молодой парень, проживающий в доме, услышав про пожар, своевременно оповестил соседей. Времени было мало, пламя уже охватывало деревянное строение. Когда жильцы поняли, что выход уже завалил едкий дым, юноша провел их в свою комнату. Из окна на втором этаже он помог спустить соседских девочек, которых внизу ловили неравнодушные люди. К счастью, детей удалось спасти. Потом стала прыгать женщина. Женщина прыгала плохо. Я не заметил, как она начала спускаться. И она очень неудачно упала, приземлившись на таз. Сотрудники скорой доставили женщину в больницу, где у нее диагностировали перелом позвоночника и костей таза. А парень еще раз проверил, нет ли людей в помещении и спустился на улицу. К сожалению, 57-летний мужчина, который остался в доме, не смог выбраться и погиб. В настоящее время проводятся все проверочные мероприятия на установление всех деталей данного происшествия. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Дарья Человекова, Николай Подлипалин, телекомпания Обгинск ТВ. На нашем экране указан круглосуточный телефон горячей линии для всех, кому нужна информация или помощь в связи с произошедшей трагедией. Центр приема пострадавших находится по адресу улицы Гурьянова, дом 3 в здании городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. На пресс-конференции, которую провел сегодня для представителей обминской прессы Владислав Шапша, также обсуждали ночную трагедию на улице Парковой. Дом, в котором произошел пожар, не является аварийным, заявил глава обминской администрации. Половина из восьми расположенных в нем квартир принадлежит муниципалитету, остальные находятся в частной собственности. Анализируем ситуацию. На вчерашний вечер все жильцы, будь то собственники или те, кто снимал жилье, эти квартиры, все размещены в квартирах своими родственниками. И дальше идет, там связаны проблемы будут и с обеспечением, первичным обеспечением и питанием, если такая потребность есть, и у нас такие возможности есть, и одеждой какой-то, и элементарными вещами бытовыми, и, конечно же, документами. Да, восстановление документов – это одна из тех проблем, которые нужно быстро решить, и которые мы сегодня обсуждали с руководителями Федеральной миграционной службы, и ЗАГСа, и наших социальных служб. Жители деревни Кобицыно и водители, следующие по маршруту Обнинска-Балабанова уже несколько дней с изумлением наблюдают, как многочисленные придорожные фонари горят здесь при ярком солнечном свете. В Кобицыно на Обнинской улице уже несколько дней подряд днем горят фонари. В чем причина такого расточительства электроэнергии? Ситуацию прокомментировал глава сельского поселения Антон Масняк. У нас там случилось ЧП, вернее ДТП, в связи с чем линия немножко была повреждена. Дабы не оставлять все это в кромешной тьме, оставили пока включенную постоянно. И это не первый случай, когда фонари на этой улице горят в светлое время суток. Причина в следующем. На электролинии здесь стоит временной таймер включения-отключения освещения. А когда случается аварийное отключение электроэнергии, этот таймер сбрасывает настройки и при восстановлении электроподачи начинает отсчет времени с нуля. При этом случается, что днем таймер включает фонари, а ночью оставляет улицу неосвещенной. Таймер требуется заново настраивать, выставлять время. Сейчас вот с подрядчиками обсудили вопрос, будем его уже решать по поводу установления иного таймера. Глава сельской администрации уверяет, что вопрос будет решен уже в ближайшие дни. И линия будет восстановлена, и все будет работать как положено. Елена Агаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Необычный урок незадолго до дня российского студенчества прошел в Обнинском колледже технологий и услуг. С лекцией о настоящем и будущем наукограда в рамках курса «История родного края» выступил глава администрации Обнинска Владислав Шапша. Желание встретиться с ним выразили сами студенты колледжа, а преподаватель истории Ирина Саутина передала просьбу, которая оказалась услышанной. Екатерина Замахина продолжит. В Обнинском колледже технологии и услуг учат на администраторов, поваров и сварщиков. Всего больше 30 специальностей. В следующем году учреждение отметит 40-летие, но выступление такого лектора здесь состоялось впервые. Меня зовут Владислав Шапша, я глава администрации города Обнинск. Выступить руководители исполнительной власти на уроке по истории родного края студенты действительно попросили сами, а педагоги передали просьбу. Мы ожидаем, что ребята станут, знаете, больше понимать, что делается в городе, представлять, в чем их перспектива жизненная, потому что мэр, я думаю, расскажет обязательно и о трудоустройстве, и о возможностях города, и также о том, что нас ждет, потому что информация, как говорится, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Владислав Шапша рассказал о научных центрах и развитии неядерных направлений экономики города. Самым активным обещал организовать экскурсию в музей Первый АЭС. Говоря о настоящем, глава администрации упомянула и сферу обслуживания, в которой многие сегодняшние слушатели будут работать уже через пару лет. Сегодня в Обнинске в этой области работают больше ста предприятий. Очень важно развиваться, друзья. Вот я вижу, может быть, до кого-то это еще не доходит, но это все придет с первой зарплатой. Будущих специалистов рабочих профессий волновали вполне бытовые вопросы, к примеру, когда в квартирах повысят напор воды, который снижен из-за крупной аварии на хозфекальном коллекторе. Справились с рядом задач технических, которые там стояли перед инженерами. И сегодня у нас такой решающий этап. В любом случае, даже если что-то там не до конца получится, мы на выходные планируем подать воду в полном объеме. Спрашивали и о других земных вещах, ремонте дорог и строительстве новых спортивных площадок. А отдельные студенты даже подготовили для гостя стен газеты, в которых сами рассказали, какие у них ассоциации с городом науки. Владислав Шапша, похоже, остался доволен увиденным. Я уверен, что их с руками и ногами возьмут на все наши предприятия, которые занимаются как раз и гостиничным бизнесом, и кафе, и рестораны, сфера услуг. Это то, где не хватает специалистов. И те кадры, которые готовятся в колледже, конечно, должны восполнить этот пробел. А уже в апреле в колледж приедет делегация студентов из французского города Лимош. Расположенный там лицей гостиничного сервиса сотрудничает с Обнинским колледжем уже 15 лет. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. На сегодня это все. Вы также можете познакомиться с новостями на интернет-сайте телекомпании и на наших страницах в социальных сетях. А о том, как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске новостей. Программа выходит в эфир по будням в 19 часов. А пока мы прощаемся с вами. Желаем всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова